Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мне пришла посылочка с интернет-магазина Мелодия Бисера. И сейчас я расскажу вам свое мнение по поводу каждой позиции товара, который мне пришел. Также расскажу вам, как получить дополнительную скидку в размере 5% от стоимости вашего заказа. Поэтому досмотрите данное видео до конца, я уверена, будет интересно и очень полезно. Самое первое, что меня безумно порадовало, так это то, насколько аккуратно упакованы все пакеты. Вот смотрите, так вот упакован бисер 11 размера. Вот так упакованы все ниточки, которые я заказывала. И абсолютно каждая позиция товара, она отдельно упакована. И очень красиво выглядит эстетически уже то, как сама посылочка подана. Итак, сейчас мы с вами рассмотрим именно бисер. Что касается бисера. Бисера я заказывала довольно-таки много. Всего у меня получилось 23 пакетика. И это бисер 11 и 10 размера, производства Чехии Прециоза. Почему именно производство Чехии? Потому что это тот бисер, который я чаще всего использую в своих мастер-классах. В данном интернет-магазине предоставлен бисер как первого, так и второго сорта. Как отличаются эти сорта между собой? Смотрите, если на пакетике есть вот такая вот волна, это бисер второго сорта. Если эта волна отсутствует, значит это бисер первого сорта. Это заводские вот такие вот маркировки. Что касается непосредственно самого качества, то вы не заметите разницу между бисером второго и первого сорта. Возможно, в очень малой вероятности в том бисере, который второго сорта, у вас будет немножечко больше брака, который будет уходить в процессе работы. В бисере первого сорта этого брака будет значительно меньше. Но по качеству, по структуре, это бисер, что тот, что тот, будет смотреться в украшениях просто идеально. Поэтому не нужно бояться, что там бисер второго сорта. Это абсолютно никак не влияет на готовые ваши изделия. Следующее. Что меня безумно порадовало, так это выбор цветов. Настолько яркие цвета, настолько красивые они в сочетании между собой. Знаете, когда заказываешь на сайте, есть вариант того, что изображение будет как-то отличаться от того, что тебе придет. И оттенки иногда не совпадают. В данном случае совпало абсолютно все. Цвета очень яркие, очень насыщенные и красиво гармоничны между собой. Что следующее я хотела вам рассказать. На сайте предоставлен бисер матовый и глянзовый. Что имеется ввиду под словами матовый? Я не имею ввиду керамический, либо там с прокрашенными серединками, либо огонек. Это отдельно. Сам бисер с структурой, он матовый. Я не уверена, что сейчас камера это передаст, но факт, что он даже на ощупь отличается от того бисера, который, например, ну это даже на камере сейчас будет видно, что этот бисер более матовый, чем вот этот. Я его, кстати, очень рекомендую, украшения на нем выглядят, из него выглядят просто потрясающе. И еще чем я хочу похвастаться, так это вот этим вот бисером. Он в полосочку. Он, честно, очень классный, но я не знаю, зачем мне их заказывать. Я уже собрала всю коллекцию. У меня есть и желтые в полосочку, и белые в полосочку, и синие, и красные. И вот теперь будет еще вот такой вот. Но тут тяжело сказать, то ли он красный в белую полосочку, то ли он белый в красную в полосочку, да? Но смотрится просто потрясающе. Конечно, вы его не сможете использовать в цветах, потому что он будет смотреться не очень красиво, да? Но на лариатах, на жгутах он просто потрясающе смотрится. И я уверена, он будет красивым дополнением к вашим нарядам. Этот бисер второго сорта, но, тем не менее, он просто потрясающий. Поэтому я вам его очень даже рекомендую. Итак, следующее, про что мы с вами поговорим, это вот ниточки и мононить, либо железо. И первое, о чем мы поговорим, это вот эти вот ниточки, которые используются для вязания лариатов с прозрачным бисером. Тогда они очень красиво смотрятся именно в переходах и вообще такие вот очень живые и очень яркие, поскольку эти цвета, они очень насыщенные и очень такие вот жизнерадостные, что ли. Эти ниточки в Украине я их не могла найти, поэтому пришлось заказывать на сайте Мелодия Бисера. Там, кстати, очень большой выбор. Я для себя заказала вот эти вот три. Это коричневая гамма, голубая и вот такая вот фиолетово-розово-коричневая. Я даже не знаю, как сказать, но они просто шикарно смотрятся. Я очень довольна данными ниточками. Следующее, о чем мы поговорим, это обычная нить. Тут написано, что это швейная ниточка. Это полиэстер. Вот такие вот ниточки я рекомендую использовать для плетения или вязания, я не знаю, как правильно будет сказать, именно герданов. Они очень красиво смотрятся и они приятные в самой работе. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это леска. Леску я взяла нескольких размеров. Это 20-25 размер и обычную монониточку 10 мм. Вот так вот она выглядит. Конечно, для плетения каких-то кулончиков все-таки лучше использовать обычную мононить. Либо же для вышивки брошей лучше использовать мононить, потому что ее не видно и она никак не привлекает к себе внимание на готовом изделии. Следующее, это для плетения цветов, которые должны стоять, торчать в разные стороны. Для таких цветов, как объемные розы, объемные пионы, для них лучше всего использовать леску. Я заказывала леску размера 20 мм и 25 мм. 25 мм она, естественно, немножко толще, но тем не менее, что та, что та будет потрясающе смотреться на цветах. Поэтому вот эти позиции товара я вам очень рекомендую. И вот такой вот приятный бонус, которым я могу с вами не поделиться. Это подарочек, который магазин Melody Biser вкладывает в каждый заказ. В моем случае это бисерная нить. Вот вы всегда спрашиваете о том, какие нитки я использую. Так вот, вот эта синтетическая нить, я не знаю, она нейлоновая или капроновая, и тут не могу нигде найти эту информацию. Но тем не менее, это именно та нитка, которую я рекомендую для изготовления разных украшений. Почему? Потому что, во-первых, она синтетическая, во-вторых, она прочная, она есть в двух цветах, в черном и белом. Поэтому эту ниточку я вам могу рекомендовать на все 100%. Ссылочку на все позиции товара, также на интернет-магазин я вам оставлю под видео. Поэтому вы сможете перейти и заказать именно эти ниточки для себя. А еще я заказывала вот такие вот ценнички. Они приходят в вот таком вот пакетике. Тут их я даже не знаю сколько штук, по-моему, то ли 10, то ли 15. И стоят они совершенно недорого, что-то около 10 рублей или, может, до 15, не больше. Для чего они нужны? Они очень красиво смотрятся на фотографиях. Когда вы делаете готовые изделия и продажи проводите в основном в Инстаграме, либо же в группах в соцсетях, то если возле украшения будет лежать ценник с красиво написанной ценой, он будет намного больше привлекать внимание покупателей, нежели просто надпись где-то под постом. Они вот такие вот миленькие, они в разных цветах есть. Я для себя заказывала красный, золотистый и серебряный. И вот к каждому украшению можно цеплять отдельный. Честно, мне эта покупка очень понравилась. А еще я заказывала фурнитуру. И фурнитуру я заказывала в основном для браслетиков. Это вот такие вот зажимы с зубчиками, которые используются для плоских браслетов, вязаных как жгуты. Вы, наверное, знаете, что жгуты их сжимают, да, и получается браслетик. Сжимают их вот такими вот замочками с зубчиками. Вот эти вот сами замочки, вот эти вот, вот эта фурнитура, она тоже очень даже недорогая, по-моему, около 30 рублей. Вот, но смотрится очень красиво. Их есть разные оттенки, вот есть серебристый, есть вот такой вот подметалик, есть золото. Но золото я не заказывала, так как я не очень люблю его использовать в работах. Также есть вот эти вот замочки разных размеров. Видите, у меня вот тут вот 2 мм, 2 см, это 3 см. И еще одни замочки, которые я заказывала, точнее, даже не замочки, а, наверное, правильнее будет сказать колпачки. Это колпачки, которые используются в браслетиках, которые вяжутся на станке, придутся, извините, на станке. Когда мы заканчиваем эти браслетики, я вам в следующих мастер-классах это обязательно покажу, получается так, что не всегда выходит аккуратно заделать ниточки. Поэтому последний ряд вот этих ниточек, не ниточек, а последний ряд бисера, мы просто засовываем в сам колпачок и закрываем. Таким образом мы заканчиваем браслетик. Но эту хитрость я вам покажу в дальнейших мастер-классах. И последнее, друзья, о чем я с вами хочу поговорить, это вот такой вот китайский фоамиран. Для чего он используется на практике, честно говоря, я не знаю. Но для чего я его заказывала? Он очень красивый и большой. Большие вот эти вот листы, и они очень приятные на ощупь. На них, во-первых, будет очень приятно плести. Вы же знаете, что когда мы плетем на столе, то это не особо удобно, потому что бисер, он имеет свойство засыпаться, поскольку стол у нас глянцевый, то это не особо удобно. Вот эти вот штуки, они очень удобны. Это первое. И второе, что на них очень красиво смотрятся фотографии. И я их, собственно, заказывала исключительно из этой целью. Да простит меня тот, кто знает, как их использовать на самом деле, потому что, ну честно признаюсь, я не знаю. Вот. И кроме того, что они красиво смотрятся на фотографиях, они совершенно не дороги. Один вот этот вот лист, цвета там, кстати, есть самые разнообразные, один лист стоит около 35 рублей, если я не ошибаюсь. А в размере он, по-моему, 60 на 60 или как-то так. Ну, то есть, они большие и они очень удобные. Это вот такая моя самая долгожданная покупка, которую я идеально ждала посылку исключительно, ну, не исключительно, но все же в большой части и из-за вот этих вот интересных штук. В общем, друзья мои, вот такие вот посылочки у меня получились. Вот то, что я получила от магазина Мелодия Бисер. В действительности, что я могу сказать про данный магазин? Во-первых, там очень классные менеджеры, которые очень профессионально подходят к своей работе и посоветуют вам то, что вам будет необходимо, если вам в действительности нужен будет ихний совет. Во-вторых, у них очень лояльные цены. В действительности лояльные, кроме того, там существует еще система скидок, на что, кстати, обратите внимание. И, в-третьих, это огромнейший выбор всего, что вам будет необходимо. Как бисера, так нитей, так разной фурнитуры, всего-всего-всего, что вам необходимо, вы все, в принципе, для рукоделия, для бисероплетения можете найти на этом сайте. А еще, если вы при заказе введете промокод AdTV, вы получите дополнительную скидку в размере 5% от стоимости вашего заказа. Поэтому я очень надеюсь, что данный обзор был для вас полезен. Подписывайтесь на канал. Я жду вас в наших сообществах в соцсетях. И до новых встреч, новых видео, друзья мои. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok